Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу, как располагается левая стопа у правши во время удара левого сбоку. Обратите внимание, как у нас работают удары на цепочке. Если мы бьем справа, это ни у кого не вызывает сомнений, мы скручиваем правую пятку для того, чтобы дать инерцию правым бедром и, соответственно, направить максимально акцентированный удар в цель. То есть с правой стороны мы всегда все делаем идентично, и в этом смысле вопросов у нас никогда не возникает. Почему? Потому что правши, правая нога и правое бедро сзади, и для того, чтобы дать возможность бедру вращаться, мы в любом случае должны чуть-чуть пяткой помочь и дать возможность бедру вращаться за предплечьем в таком положении. То есть в этом смысле у нас вопросов нет. Что происходит у нас во время работы левой руки? Ну, на джебе я не останавливаюсь. Понятно, что джеб мы можем бить с любой постановкой стопы без разворота, но, тем не менее, во время силовых ударов, например, левого, бокового, наша с вами задача заключается в том, чтобы бедро тоже было задействовано. Смотрите, сейчас покажу, как били этот удар в советской школе бокса. В советской школе бокса били все со скручиванием. То есть работа шла с разворотом пятки в сторону удара. Получается, вся ударная цепочка вот в таком формате раскручивалась. Соответственно, раз, два, хоп, движение вот в таком виде шло. Ну и вес тела традиционно, традиционно, опять скажу, это больше характерно для советской школы бокса, переносился на заднюю, в данном случае, правую ногу. Раз, два, скрутили пяточку и чуть-чуть вес тела перенесли на заднюю правую ногу. Как бьют сейчас ноги американцы, в частности, канело? Ну, представители, скажем так, американского направления бокса. Значит, профессионалы ноги бьют без разворота пятки. Почему это происходит? То есть вот в таком положении нога выставляется, и отсюда идет работа фактически без разворота. Ничего здесь противоестественного нет, друзья. Смотрите, если мы с вами выставляем переднюю ногу не носком вперед, а носком чуть-чуть в сторону, то в этом положении бедро у меня уже, в принципе, находится в развернутом состоянии по отношению к сопернику. Поэтому, в принципе, здесь без фактической скручивания пятки небольшим таким инерационным движением стопы я полностью запускаю всю ударную цепочку. Особенно, если я нахожусь близко к сопернику на ближней и средней дистанции. Еще раз стою, носочек у меня выставлен прямо. Хоп! Все, вот на работа. И точно так же жестко я бедром пробиваю. Стопа стоит плотно, бью намного жестче, нет никаких лишних движений. Это в том случае, если стопа у вас выставлена хорошо и развернута в полуобороты к сопернику. Поэтому, друзья, выбирайте стиль и вариант работы самостоятельно. Лучше комбинировать. То есть в ближнем бою, когда вы хотите очень жестко акцентированно ударить, значительно лучше, предпочтительнее, на мой взгляд. Все-таки выставляет стопу плотно. На вот таком положении, чтобы просто пробить. Если вы хотите легко покидать дистанцию, то вполне достаточно такого скручивания. Но это скручивание, дорогие друзья, зачастую может привести к тому, что вы перекрываете плоскость удара для правой руки. Вот этот вот большой разворот, он не дает возможности продолжить атаку справа. Поэтому два варианта, два формата. Пробуйте, экспериментируйте. Всем удачи спорта бокса! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!